Поразмышлять о такой способности человека, что человек может делать одновременно несколько разных вещей. То есть заниматься, например, как я сегодня сейчас, я разговариваю, делаю видеозаписи, гуляю, дышу даже и так далее. Но с одной стороны это удивительно, что человек на это способен. Даже сейчас в каких-то фирмах работодатель, иногда требующий человек, он был способен заниматься многим одновременно разными делами, решать разные вопросы. Что это считается положительным качеством человека. Но с другой стороны, я бы хотел ваше внимание обратить, знаете, на что? Что вот это качество осуждается уже даже законом. Например, сейчас здесь в Англии имел место такой несчастный случай. Была авария. Водитель грузовика, ну он въехал в такую легковую машину, погибло несколько человек. Ну и потом обнаружили в расследовании, что этот человек, он переключал музыку на своем телефоне, когда ехал вот с большой скоростью этим грузовиком. Он отвлогся. Поэтому сейчас очень строго с этими законами здесь. Водителям вообще нельзя прикасаться к телефону в машине. Не говоря о том, чтобы там что-то переключать, какую-то там музыку слушать, сообщения отправлять и так далее. Даже навигация, то есть мы должны тоже ее включать, когда машина еще стоит. Потом только можем двигаться уже в машине. Поэтому видно, что вот в некоторых ситуациях вот это качество, умение человека делать разные вещи одновременно, это не приносит хороших результатов. Это даже приносит вред. Ну и вот почему я начал об этом рассуждать сегодня. Вчера вечером я делал видеозапись. У нас был такой зрелищный такой показ там фейерверков. То есть, ну я год назад это смотрел. Это было очень интересно таким событием. Я потом весь вечер ходил в хорошем настроении. Это зрелище вот такое увидеть, ну, глазами. Потому что видеозапись получилась не очень. Я вчера замечу, что вот я записывал все это, потом монтаж делал, попытался закинуть это в интернет. И вечером я чувствовал себя как-то не очень. Не получил какого-то удовольствия. Я задумывался, почему вот нет такого хорошего результата. Вроде я думал, что будет все очень интересным, приятным. Потому что я тогда не посмотрел вот это представление, вот этот спектакль, который там был показыван. Я отвлекался, я записывал, я думал о том, как там настроить качество и так далее. И я понял, что человеку это не нужно. Вот пытаться делать одновременно разные вещи. А мы в жизни очень часто так делаем. Вот это связано с телефоном. Люди кушают и смотрят новости, пересматривают там сообщения, переписываются с кем-то. И это кошмар, потому что человек не получает просто удовольствия от еды. Когда мы кушаем, мы питаемся не только физически. Это замечательная традиция, когда семья, хотя бы один раз в день, они кушают совместно. Они выключают все, что можно. Все телевизоры, там смартфоны. Они просто общаются друг с другим. И наслаждаются обедом, который подготовила, например, мама дома. Не просто купленный обед. И если есть такие традиции в ваших семьях, то я просто вам завидую. Это настоящая жизнь. Вы тогда отдыхаете на самом деле. И питаете не только свое тело, но и свой разум. Кроме этого, обратите внимание, мы перестали, например, ходить в кино. Кино, не просто потому, что сейчас телевидение дома, это выгодно. Но нет такого результата. Раньше, когда человек ходил в кино, дело не в том, что только из-за того, что выбора не было. Потому что не было хороших фильмов дома. Нельзя было посмотреть. Но человек внимательно слушал. Никто не отвлекал. А сейчас, если ты смотришь даже хорошее кино, интересное какое-то кино. Но чтобы увидеть смысл, сюжет, понять, о чем оно, как играют актеры, как все это сделано красиво, то нужно внимательно слушать, быть сосредоточенным. Но невозможно дома, когда кто-то гуляет, разговаривает, кто-то позвонил к нам, мы что-то кушаем и так далее. Поэтому мы смотрим много разного кино, но эффекта никакого нет. Мы не отдыхаем, мы не расхлаждаемся искусством игры актеров. Поэтому я прихожу к выводу, что нужно уметь сосредоточиться. Выключать телефон, делать одну вещь, но с полным вниманием. То есть на самом деле, я там прочитал сегодня утром, что специалисты говорят, что люди, когда пытаются делать одновременно разные дела, они больше устают. Наш мозг не способен на такое. Он может это делать, но это неэффективно, когда он вынужден умственно даже переключаться и внимать на одно и другое потом. Это неэффективно для нас. И на самом деле, да, мы радости просто не испытываем. Есть таких много ситуаций. Это спектакль, это музыка. Люди, например, слушают музыки сегодня с утра до вечера, некоторые в наушниках, в спортзале, по дороге, в машине, на работе кто-то слушает. Но, по-моему, это тоже неэффективно. Может, лучше время от времени сесть послушать какой-то хороший альбом, концерт, просто послушать, не отвлекаясь ничем другим. Это принесет намного лучший результат. Или пойти на какой-то концерт и просто там послушать, как вживую играют, может, хорошие специалисты. Итак, давайте сосредотачиваться на одном. То, что мы умеем делать одновременно разные вещи, это не всегда полезно. Иногда это даже противозаконно. Субтитры подогнал «Симон»